В 1956 году в Москву прилетел знаменитый французский актёр Ив Монтан. Прогуливаясь с супругой Симоне Синьорре по столичным магазинам, он испытал настоящий шок в отделе нижнего белья. Коллекцию советских бюстгальтеров и панталон с начёсом он увёз в Париж и выставил на обозрение изысканной французской публики. Трест Мосбельё выпускал бюстгальтеры трёх размеров, мерить которые при покупке было нельзя. Обладательницам больших или меньших размеров приходилось и вовсе ходить без бюстгальтеров или самостоятельно их шить. Колготки в СССР становятся, ну если не символом богатства, то уж как минимум предметом роскоши. Тогда даже ходил такой анекдот. Как определить богатую советскую женщину? Это женщина, которая надевает под брюки целые колготки. В журнале «Работница» публиковались, например, такие полезные советы. Новые колготки нужно на пару часов положить в холодильник. Если колготки рвались или пускали стрелку, это была целая трагедия. Но даже в этом случае не могло быть и речи о том, чтобы их выбрасывать. И сначала это был совершенно невозможный дефицит. Наши даже женщины покупали чулочки и пришивали их к трусикам, чтобы имитировать эти колготки. Вот такие были даже варианты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова